Привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас распаковка заказа по третьему каталогу плюс вип-новинки четвертого. В общем, сплошные-сплошные новинки. Давайте скорее открывать. Начинаем! Первое, что лежало сверху, это вот такой вот пакетик. Это новинка четвертого каталога, по-моему, если я не ошибаюсь. Я уже сейчас могу запутаться, потому что каталог только начался, уже он двухнедельный. Не забывайте, кстати, об этом. Поэтому вид-новинки были доступны в первый день действия нового каталога. Мы уже их взяли. 781 270. Это большой вот такой вот пакетик, очень симпатичный, весенний, очень вместительный, прям очень. Веревочки, все как положено. Красота грезит прям много. Так, дальше. Витамания. У нас выходит несколько новых ароматов. Это четвертый каталог точно. Я взяла свой любимый аромат папайя и манго. Так, артикул. Артикул у нас с вами 33 82. Вся информация, кому интересно. Сейчас попробуем на момент одушки. На момент густоты вроде... Тут не видно. Флакон прозрачный, но мыло все взболталось. Все еще такое холодненькое. Прям с улицы спешу вам снимать. Давайте понюхаем. Мне вообще такого флакона мыла сейчас хватает на... Да, действительно, манго и папайя. Прям манго и папайя, как мисты вот из этой линеечки пахнут. Прям вот да. Мне такого флакона мыла хватает надолго. Почему? Потому что у меня есть вспениватель и где-то одна треть флакона на пол-литра воды и получается пенка. Мы пенкой моем руки, поэтому я вот мыло беру, как вы заметили, совершенно не часто. Так, дальше. Средства для мытья посуды. Решил взять этот раз малинку, чередую вкусы. Гуще и эффективнее. Действительно, ноль плюс. Чистота и блеск без разводов действительно гуще. Недавно обновили формулу этих средств. Артикул 365. Пахнет действительно прям малинка-малинка. Средство густое. Моет посуду до скрипа. Мне кажется, я даже в Дзене пост писала, потому что была прям вот искренне удивлена. Итак, средства у нас для посуды великолепные. А тут прям вообще вал. Вообще вал. Все скрипит, все блестит, все сверкает. Средство для унитаза. Взяла одно из моих любимых. Вот это вот, которое меняет цвет. Оно сначала такое вот зелененькое, когда прикасается с водой, становится синим. Ярко-синим, причем удобный носик. 302.92 артикул. Отмывает все просто на ура. Замочил, пришел, смыл. Все. Великолепно. Дальше. Любимая пена у девчонок, которая меняет цвет. 3 плюс линейка Ума. Артикул 2882. Она такая зеленоватая при соприкосновении водой, как гель для унитаза. Слушайте, смех и грех. Становится ярко-синий. Пена сама по факту белая. Вода становится ярко-синий. Ой, самое смешное стало. Так, дальше. По ВИП-программе взяла два парфюма, потому что пластин набрала. Порошок еще есть цепучий. Поэтому решила, что возьму два парфюма, пусть будет в запасе. Это два любимые мои парфюма. По ВИП-программе они выходят достаточно бюджетно. Зелененький, это прям травки свежесть 308.46. И желтенький, очень интересная яркая душка 308.45. Я уже много раз вам рассказывала, но может быть кто-то не слышал, поэтому повторюсь. Да, действительно, когда белье высыхает и вот к ним подходишь, нюхаешь, ничего я не чувствую практически. Но когда ложишься спать на такое постельное белье, когда берешь вытирать, вытираться полотенцем, которое постирано с этим парфюмом, или чехлы. Вот у меня чехол на диване, чехол на кресле груши. Вот когда взаимодействуешь с тканью, аромат раскрывается. Вот очень интересно. Вот поправляю чехол на диване, так вот сидишь, не пахнет, проходишь, не пахнет, принюкиваешься, не пахнет. Поправляю чехол на диване и слышу аромат. Поэтому очень интересная здесь, конечно, история. Но, тем не менее, работает как положено. Так, заказала две зубные пасты. У девчонок позаканчивалось. Вот сегодня прям последнюю выдвинулась. Что-то запасы все поисчерпали. Банан 3+, здесь нет совсем мяты. Крис обожает эту пасту. 28,86. И апельсин 6+, здесь мята есть. 28,85. И здесь есть фтор. А в банане фтора нет. Поэтому вот так. Я думаю, у меня сейчас Крис будет и этой, и этой чистить, потому что она наконец-то начинает относиться к пастам нормально. Но банан вообще выручает. Вот у кого детки не любят ментон. В этом каталоге хорошая цена на прокладки, поэтому взяла в запас еще пачку ночных. Здесь 7 штук. Они огромные. У них есть крылышки, как у обычных прокладок. И есть еще крылышки сзади. Они прям огромные-огромные лыжи, как я их называю. Артикул-то куда спрятали. И я прям их обожаю. Ни на что не променяю. Артикул 112,95. Есть запас. Взяла еще одну пачку. Пусть будет. Детская туалетная бумага. Взяла одну штучку. 40 листов. Смываемая. Гипоаллергенная, что тоже очень радует. 304,01. Для маленьких деток, во-первых, очень удобно. Прям рядом с горшочком кладем. И лежит, и все замечательно. Повторная покупка, что бывает крайне редко у меня. Потому что вот эта умывашка, недавняя новинка, осел, просто покорила. Девчонки, вот просто. Я уже рассказывала, сколько корейских перепробовала. Именно кремов для умывания таких вот текстур необычных. Но это просто какой-то восторг. Смотрите, приходит в слюде запечатанная. Артикул 03,97. И у меня уже первый тюбик заканчивается. Потому что и на утреннее применение, и на вечернее я использую только этот продукт. Это просто восхитительная вещь. Я вам обязательно рекомендую попробовать. Хватает надолго. Здесь целых 120 миллилитров. Вспенивать рекомендую в руках вместе с водой. Получается очень много обильной пены. Мягкой, нежной. И ее уже наносим на лицо. Тогда расход вообще минимализируется. То есть вам будет хватать одной горошины. Вещь потрясающая. Прям вот советую присмотреться обязательно. У меня, кстати, заказ этот всего на 60 баллов. Я буду делать заказ еще. Я жду какие-нибудь вкусные распродажи. По срокам годности и так далее. Я думаю, что они будут. Обязательно будут, возможно, на следующей неделе. Поэтому будет еще заказик скоро. Новинки следующего каталога четвертого. Пакеты. Два наборчика пакетов. Посмотрела, кстати, вот то, что было доступно для ВИПа в первый день действия каталога. Уже практически все расхватали. Пакетов уже нет. Сначала один размер пропал, потом другой. Так, 910, 516. Это лаванда. 20 штук. Температурный режим плюс 100, минус 20. То есть пакеты для заморожения, для хранения. Все, что угодно. Так, артикул вам сказала. Размер вот этих пакетов. Где он у нас с вами указан? А, вот он. Размер одного пакета 20 на 23 сантиметра. Коллекция лаванда. Шуршащие такие пакетики. Для хранения, транспортировки, заморозки, зип-замок, термоустойчивые. Есть поле для надписи маркером или ручкой. Вообще класс. Сделано в Китае. Информацию показываем срок службы 12 месяцев, кому интересно. Так, и вторые. Сейчас потом за кадром все открою, пошуршу. А та же самая характеристика, все то же самое, только размер 27,2 на 33. И артикул их уже 910,517. Там 516, тут 517. Они прям больше. Если две упаковки сравнивать, они прям так значительно больше. Открываем. Так, вскрыла. Давайте смотреть. Сначала у нас с вами маленькие. Они с сиреневым ободочком. Побольше, которые они получаются с зеленым. Так, сейчас один возьмем, посмотрим. Господи, какие же они красивые-то. Это вообще. Смотрите, какая красота. Здесь у нас с вами сердечко из лаванды. Написано Фоберлик Хоун. И вот такой размер. Хочу замораживать пережарку в суп. Пассерованные овощи. Вот, кстати, место для надписи. Видите, строчки. Пассерованные овощи. И раскладывать по пакетикам. Вот у нас с вами зип-замок. Такой двойной, прикольный. Вот он у нас с вами. Воздух весь можем выпустить. Все, пожалуйста. Прекрасные пакетики. Очень красивые. Так, и вторые зелененькие. Побольше они, прям, слушайте, огромные. Вот тут можно даже целую курицу заморозить, поместить. Смотрите, прям какие большие. Тоже у нас здесь в зеленом, видите, строчки для надписи. Также сердечки сделаны. И надпись Фоберлик Хоун. Зип-замочек. Двойной. Видите, сначала первый открывается. Он прям двойной. Потом второй. Плотненький зип-замочек. У меня, кстати, есть такие вот как раз от пакетов для вещей. И вакуумных. Ну, знаете, такие белые пластиковые штучки, которыми очень удобно закрывать совершенно герметично, потому что пальцами не всегда улавливаешь. Вот видите, сейчас опять прошлась, где-то закрылась. Белые просто пластиковые штучки, как зажимы. Ну, его вот так вставляешь, проводишь, и пакет закрывается совсем герметично. Буду пользоваться. Слушайте, мне очень нравится. По 20 штук и таких-то таких. Хватит вообще на целую вечность. Надолго. Однозначно. Так, дальше достаю, девчонки, потихоньку из коробки. Новиночки. Вот такая вот мимимишная бритва появляется в серии The Line. Компактный станок для бритья. Четыре лезвия, слава богу. Для бережного и безопасного бритья. Плавающая головка. Сейчас откроем, посмотрим. Потом, в следующем ролике, в затесте новинок, я вам обязательно расскажу, протестирую и расскажу. Царапать не царапать, потому что одноразовые бритвы из этой серии очень царапают мне кожу. Я прям выдираю эти волосы. Так, в комплекте у нас один станок. Я сразу взяла сменные насадки к этому станку. Артикул 910-519. Информацию, кому интересно, показываю поближе, можете почитать. Так, и давайте открывать. У нас тут все заклеено. Открыть будет, на самом деле, тяжело. Его извлекла. Он такой прям мимимишный, классный. И вот эта сторона, кстати, станка, она сделана покрыта силиконом. А вот здесь пластик. То есть здесь она вот такая достаточно скользкая. А здесь силикончик и вот эти выемки. Ну, то есть, чтобы держать было комфортно, чтобы станок во время использования не выискакивал. Здесь у нас защита с вами. И головка действительно плавающая. Вот так. И так вот очень острый. Прямо очень острый, хорошо заточенный, лишь бы не царапали. Меняется она у нас тоже быстро. Четыре сменных лезвия взяла сразу. А то бывает у нас, что все разбирают быстро. 910-520 артикул. Сейчас посмотрим, если понравится, можно мужчинам своим брать. Ну, дома брить, ну и что, что розовое. Потому что мужских бритв у нас такого плана нет. У нас тоже только одноразовые. Либо это роторные бритвы и так далее. Четыре лезвия. Ой, я вам сказала, здесь две сменные кассеты. А я смотрю, четыре лезвия. Нет, здесь две сменные кассеты. Жду, господи, что это за четыре насадки так тешево было. Две кассеты еще. Ну, в общем, в целом хватит надолго такого плана. Ну, вот, пожалуйста. Меняются прям. На раз-два выстреливают. Родную поставлю. Будем испытывать ее. Так, ну что ж, поехали дальше. Что у нас с вами еще интересного? Еще вот такой пакетик взяла небольшой тоже. Впереди много праздников, куча. 781-233. Артикул с котиками милый пригодится всегда. У нас появляется вот такая интересная вещь, которая уже завирусилась в роликах там на ТикТоке, и в Зене, и на Ютубе, и в Шотцах. Это лифтинг-полоски для моментальной коррекции век. То есть это хорошо подойдет тем, у кого нависшее веко. Вообще вещь на самом деле интересная, но вот чтобы пользоваться на постоянной основе, я не скажу, что буду. Но попробовать, конечно, стоит. Артикул 6788. Вещь интересная. Будем тестить с вами в следующем ролике. Сейчас смысла открывать даже не вижу, потому что, ну что, ну вот они полоски, они клеятся на веко, но опять же нужно приловчиться. Нужно клеить раз, посмотреть, как выглядит веко по сравнению с другим. Два, три, четыре, десять. Уже понять, куда вам стоит ее клеить, чтобы взгляд у вас был более распахнутым, глаз более открытым, а веко менее нависшим. То есть здесь надо приловчиться. Ну один раз приловчитесь, как бы, и дальше будете клеить. Они такие вот практически прозрачные, полупрозрачные, и уже они сверху покрываются тенями, делается макияж. Вещь вообще на самом деле интересная. Здесь 40 штук, цена вопроса ни о чем. Сейчас такого добра, вот везде навалом. Мне, кстати, хотелось попробовать, но мне просто гораздо проще сделать лифтинг-макияж, чем пользоваться такими полосками. Дальше взяла себе ноу-стресс. Я уже который месяц, мне кажется, мечтаю о магнии форте, но его разобрали, его нет, и поступлений не предвидится. Это прям стресс для меня, поэтому взяла ноу-стресс, потому что это второй Бат Фоберлик, в котором нормальное такое содержание магния. Здесь 60 штук. Мне достаточно, кстати, одной. На ночь вполне себе эффект заметен где-то на пятый день. На пятый день. Становишься действительно более стрессоустойчивый, не паникуешь по пустякам и так далее. Артикул 157.25. Вообще здесь очень хороший состав. Здесь у нас с вами опять гидроксидритофан, господи, глицин, который я не очень люблю, но здесь мой организм его не замечает. И вот как раз на третьем месте, ну на четвертом после целлюлоза, у нас стоит магнитцитрат. Здесь еще есть мелисы, витамины группы В, ВП, никотинамид, В6, передоксин, пассифлора, диоксид кремния, кальцевая соль, антислеживающий агент. В общем состав здесь великолепный. Вот просто великолепный. То есть при систематическом приеме можно даже как антидепрессант использовать. Причем он будет работать. Накопительный эффект у него просто обалденный, потрясающий. Следующая новинка, это у нас с вами мимимишная помадка в детской линейке. Бьюти стик для губ. Артикул 410.78. Пришел вот так вот прям запечатанный, что я даже не пойму, где мне его поддеть и распечатать. Даже нету этого места. Это просто зак... А вот тут, наверное, прям очень хорошо заклеили. Просто потрясающе. Это вот такая вот мимимишность. Здесь у нас нарисован котик. Говорит он нам мур. Розово-сиреневый такой флакончик. И вот такая голубенькая лапка внутри. Выкручивается, кстати, достаточно дуга. Вот. Здесь много продукта. Просто видите, сам стик. Он такой вот широкий. Лапочка. Я когда открыла сразу одушку, почувствовала. Сладковато. Карамельная. Как будто немножко пережгли эту карамель. Не то, что горчит. Вот мне так кажется. Но нормально. Нормально. Для бальзама нормально пахнет. Сейчас попробую на руке вам показать. Ну вот даже не блестит. Даже не блестит вообще ни разу. На губах. Мало такая помадку детской забрала. На губах, слышите, губки сразу питает. Прям питает. Без какого-либо жирного блеска. Да, вы видели, нету ничего. Без какого-либо жирного блеска. Просто хорошее увлажнение питания. И губки просто выравниваются. На губах абсолютно не заметен. Прикольная штука. Я такое для себя даже люблю. Едем дальше. Господи. Вот тут прям декоративочка сейчас пойдет. Я так хочу. Мне так все это дело интересно. Ее так много. Долгожданная новинка тени. Так все сразу достала. Давайте начнем с парфюма. Выходит парфюм новый. Его причем не видела в каталоге. Когда листала четвертый. 38-17 артикул. Он у нас с вами называется La Al. Вот такой черненький. Это масляный парфюм, по-моему. Если я не ошибаюсь, сейчас русский язык найду. Масляные духи для женщин. Да. Разработаны во Франции. Так как цена вопроса была смешная, я взяла. Я взяла уже. Потестируем. Мне понравится, не понравится. Малышка такая. Поэтому не стала уже церемониться. Пробника на эту парфюмерную воду, я думаю, не будет. И нету в принципе. Поэтому будем тестить. Коробочка такая вот. Но можно взять на подарочек. Если нужно будет пахнуть. Байф и берлик. Вот так лау. Давайте потестируем. Я вообще просто формат масляных духовств. Вот этим вот шариком. А мне очень люблю. Мне не нравится. Я люблю пшикаться. А тут вот так. Ну, по крайней мере, не противно. Это точно. Но мне что-то напомнило. Мне что-то напомнило. Мне очень что-то напомнило. Я не могу вспомнить, что. Слушайте, ну можно взять, потестить. Можно. Я не могу вам даже описать его. Я вот честно не могу вам даже описать его. Причем не напомнило не из Фаберлик. Мне напомнило какой-то популярный аромат из масс-маркетов. Я не могу понять какой. Я уже всю руку измазала. Действительно масляные духи. Это прям масло масляное. И масляные духи, они рассчитаны на то, чтобы их чувствовал только ваш партнер. Скажем так. Больше их никто не почувствует. То есть они у вас не будут шлейфить. Их не нанесешь на одежду. Их не нанесешь на волосы. Они наносятся на определенные точки. Я вот сейчас измазалась вся. И он приятный. Он приятный. Он немножко мне рисковатым поначалу показался. Но я вот реально не могу вам описать. Я вообще ароматы описываю плохо. Когда мне пишут комплименты, как-то вкусно написала аромат. Я не умею их описывать, честно, девчонки. И не стремлюсь к этому. Потому что для каждого аромат будет все равно раскрываться по-своему. Как случилось с этой арвантой. Кто-то чувствует клубнику. Хоть убей, я не чувствую там никакой клубники. Вообще даже отголоска. А кто-то чувствует. Все мы разные. Он интересный. Он очень интересный. Сладкий. Сладенький. Гурманский. Но нет. Вроде. Я не могу его описать. Вот ей-богу. Прям хоть бери каталог и смотри, что там есть. Я сейчас не поленюсь. Я сейчас полистаю. Прям хоть смотри, что там есть. И сравнивай. Потому что я вот когда листала четвертый каталог, я не видела этот парфюм. А он есть, оказывается. Так, смотрим. Где у нас характеристики-то? Масляные духи для женщин. Какие? Вот лау. Так, смотрите. Черная смородина. Нет, я ее вообще не слышу. А, я не знаю, что такое флерд оранж. Наверное, он тут самый яркий. Может быть, потом поедет. Нет, слышу отголосок. Да, она замиксована с чем-то. Черная смородина. Что вообще даже не поймет, что это она. Но она там присутствует. Вот в этом миксе. Вкупе она дает свою нотку. Ваниль. Нет, но она здесь определенно есть. Но тоже где-то там. Нельзя выделить вот какой-то аромат. Почему я вам не смогла описать? Нельзя вообще вот выделить. Это микс. Я не чувствую ни одну ноту. Я просто чувствую вот этот микс. Вот сейчас, когда читаю описание, то вполне себе представляю, что если все это дело смешать, то может быть, вот так и получится. Основные ноты, другие ноты. Так. Сверкают, словно розцыпи разноцветных камней. Ноты черной смородины и яблоко обрамляют богатство души, подобное оправе из редкого металла. Какое яблоко? Яблоко я здесь точно не чувствую. Опять же, это я. Он дешевый будет. Смотрите, за 400 с чем-то рублей можно будет взять. Ее драгоценное сердце переливается гранями жасмина. Да вы что? Я жасмина здесь тоже не чувствую. Пока до сердца мы еще не раскрылись, только нанесли. Флёр до оранжи, я понятия не имею, что такое фрези. Фрези, ну да, кстати, она, наверное, дает вот такой немножко резкость, но она уже ушла. Хотя написано в сердце, резкость уже ушла. Аромат стал более мягким на коже, хотя прошло вот несколько минут. Отставляет за собой отзвуки ванили, карамели, сандалы. Вот почему из-за карамели мне показалось, что этот аромат немного гурманский. В общем, интересный. Интересный, на самом деле, имеет место быть, поэтому могу рекомендовать. Так, едем дальше. У нас появляется с вами в линейке эксперт вот такое вот масло Амлы и эликсир для глубокого восстановления. Артикул 67,99. Все приходит запечатанное. Я так с ножом сижу, поэтому. Открываем. Вот так он выглядит, прям как в линейке мороженое. Это масло Амлы всеми любимое. Все его очень любят. Действительно, очень круто работает на волосах. Надеюсь, что и этот продукт не подведет. Вот такая прозрачная, средней густоты, консистенция. Ой, но она прям масляная. Прям масло. Масляная с очень приятной одушкой. Я прям сейчас на кончики нанесу, хотя мне совсем не надо. Очень круто разглаживать, девочки. Ну, очень. Вот сразу под руками шелк. Вот сразу шелк под руками. Я много очень выдавила на всю голову, даже за глаза было бы. Тут прям капелька совсем нужна. По ручкам растерли, по кончикам прошлись. Красота. Вещь, вещь. Вот тут сразу чувствуется. В морожке такого не чувствую. Здесь прям сразу моментальное разглаживание. Едем дальше. Я кушон не взяла, девчонки. Я, во-первых, его сначала не заметила, потому что я люблю больше кушоны. Потом они пропали. Остался один слоновый кость, оттенок. Но я взяла... У нас появляется новая серия декоративной косметики в четвертом каталоге. Она называется Эцколлаген. То есть это декоративная косметика, в составе которой есть коллаген. Респект вообще, Фаберлик, за это 67,91 артикул. Это у нас с вами BB крем. Давайте потестим. Я взяла оттенок. По-моему, он называется здесь нет. Название теплый бежевый. То есть я люблю, когда с желтинкой, надеюсь, это он. Да, да. Я сразу вижу, что это мой оттенок. Но камера, мне кажется, вам передает неправильно. Но опять же, цветопередача каждой модели телефона разная. Поэтому может и правильно. Да, он же... Ой, какой он классный. Он как мус. Слушайте, он как мус. У меня здесь эликсир был, амло. Сейчас я вот на эту руку лучше выдавлю. Потому что мне что-то так все разгладило. У меня здесь амло было. Да, он с желтеньким потоном. Как я люблю. И он, да, он немножко такой мусоватый. Он такой вот приятненький. Мне кажется, блюрить должен хорошо. Я смотрю сейчас, как ведет на руках себя по отношению к порам. Да, он должен блюрить, девчонки. Он немножко порой затирает. Он их немножко затирает. Он их не подчеркивает на руке. Надеюсь, что то же самое будет на лице. Вот пальчиком очень прекрасно нанесся. Мне кажется, этот продукт тоже пальцами можно с него на лицо наносить. Пока я вижу отличия с основной кожей кисти. Я вижу контур. Давайте мы так все это дело и оставим. И посмотрим, подстроится или нет. Вообще оттенок мой. Я люблю. То есть вот такой легкий-легкий закат. Я люблю. Вот я вижу на камеру совсем по-другому, как вижу в экранах. Я надеюсь, что цветопередача вашего экрана будет стопроцентной. Так, дальше едем. У нас с вами появляется... У меня еще много из этой серии из коллаген-продуктов. И вот такой вот у нас появляется с вами плампер для губ в четвертом каталоге с оттеночком уже. С оттеночком. В артикуле 411.00. И здесь очень приятный оттенок, поэтому все-таки решила взять. У нас один получается прозрачный, а второй вот с таким вот красивучим оттенком. Надеюсь. Смотрелся, по крайней мере, очень красиво. Знаете, пыльная роза, не пыльная роза. Темный нюд. Не знаю, как его оба звать. Карамелечки немножко тут. Красивый оттенок. Красивый. Как он будет на губках? Можно для легкого оттеночка. Блин, даже посмотреть некуда. У меня нету зеркала. А, на следующем ролике с вами протестим как следует. Вообще оттенок очень классный, очень носибельный. Такие оттенки обалденно подходят синим глазкам, синим-голубым. А вообще подходит всем. Классный оттенок. Оставлю тоже пока на руке, посмотрим, что с ним будет. Но, по идее, вот этот блеск он так и должен оставаться. Дальше у нас с вами помада филлер для губ. Тоже линейка Эцкалаген. Вот такие стильные флакончики. Ну, вообще, просто с ума сойти. И опять забыла, как называется оттенок. 411-52. Мы с вами сейчас найдем в каталоге. Мы не будем уже мелочиться и сравним, хотя бы с каталогом совпадает или нет. Ищем новиночку, новиночку. Вот она, эта линейка вся Эцкалаген. Так, вот они наши помадки. Так, смотрим. Помада запечатана этикеткой. Сейчас посмотрим с вами. Оттенок 411-52. Где он, где он, где он? Я какой-то такой взяла носибельный. Мальва. Я не на каталог, кстати, ориентировалась. Вот Мальва. Смотрите. Вот Мальва. Вот это. Я ориентировалась на картинки на сайте. Я вот искренне надеюсь, что подойдет. Хм. Сейчас посмотрим. Так красивый. С розовинкой. Причем с такой вот розовинкой хорошей. Это у нас помада филлер. То есть она должна заполнять морщинки и выравнивать поверхность куб. Это мягкая кремовая текстура. Здесь нет никаких блесток. Это реально мягкая кремовая текстура. Высокой пигментации. Как вам тоненький такой сводчик сделать. Смотрите, даже отламывается. Она прям такая мягенькая. Прям мягенькая-мягенькая. Но это не оно, конечно. Ой, я не туда мазанула. Ой, смотрите, по каталогу мазанула. Видите, как она прям очень мягкая. Не знаю. Нет, ну похож, конечно. Но я ожидала, что будет немного коралловый подтон. Вот он и на фотографии есть. А здесь прям сильно розово. Но носибельный все равно красивый, яркий, весенний цвет. Будет здорово. На губах обязательно вам покажу. Смотрите, вот какая она мягкая. На очень мягкой. Прям сразу крошится, ломается. На губах покажу в следующем ролике. Когда новинки будут тестировать. А пока едем дальше. В целом очень мягенькая. Эта помада, кто таки любит, должно зайти. И пигментация насыщенная. Наверняка можно будет использовать без... Чего, каталог не буду убирать. Без карандаша. Так, дальше. Дальше. Я уже забыла, что это такое. Стойкая подводка. Это новинка третьего каталога. Она уже доступна к заказу всем. Вот так приходит. Очень интересный формат, на самом деле. Я хотела. Я не могу сказать, что я не умею рисовать стрелки. Я умею рисовать стрелки. Я делаю это хорошо. Делаю это за одну минуту. И именно стрелку я рисую очень редко. Я в основном прокрашиваю межресничку. И то такими неброскими оттенками. Ни в коем случае не черным цветом. Потому что иногда стрелка может прибавить 10 лет возраста. Это реально. Так, смотрим, что она из себя представляет. Артикул мы с вами нашли. Не нашли артикул. В общем, это подводка-штамп. Я не вижу здесь артикула. Его не было и на пакетике. Может где-то здесь. Нет. Реально не вижу. Ну ладно. Так. Здесь у нас вот такой прям он такой толстый. Но на кончике тоненький. Здесь у нас такой как фломастер. Он прямо тактильно как фломастер. О как. И вот она у нас сама подводка-штамп. Ей мы ставим стрелку в следующем видео. Будем все с вами делать обязательно. Ей мы с вами ставим стрелку. И от нее уже танцуем. И рисуем на глазик. Вот так. Саму стрелочку дорисовываем на межресничку. Грубо говоря, вот так. Надо приловчиться. Надо понять, куда этот штамп вставить. Но я думаю, это не тяжело. Методом проб и ошибок. Смотреть, куда именно вашему веку подходит. То есть, чтобы опять же оно не смотрелось тяжелым, нависшим, старым и так далее. Так. Едем дальше. Дальше у нас с вами выравнивающий консилер для лица. Который я взяла в самом светлом оттенке. Это та же линейка. It's Collagen. Все смотрите, как приходит запечатано. В самом-самом светлом, который был доступен. Потому что консилер должен быть очень светлым. Непременно. Иначе он теряет свой смысл. Иногда он может быть и желтоватым, чтобы замазывать синяки. Но светлым он должен быть, однозначно, 68-10. Так. Смотрим. Вот такая вот кисточка. Мне совершенно не нравится консилер. Последний, который я брала. Девчонки, из линейки Glam Team. Не буду сейчас искать в следующем обзоре каталога. Тогда, если что, расскажу. Потому что он из моего века. Не морщинистого. Даже не века. В общем, мое отсутствие гусиных лапок, он превращает просто в поле гусей. Вот просто. Вот когда я с ним делаю макияж, я надеюсь, что этот будет в этом плане не таким. Очень светлый оттеночек. Чтобы... Еще нужен консилер. Чтобы убирать затемнение. Вот так. Когда наносишь кисточкой, поры затирает. Вот еще хочется такой консилер. Сейчас в Корее модно. Который затирает несовершенство. Вот прям затирает. Кто смотрел такие ролики, тот понимает. Если мы с вами его растушуем и посмотрим, как он себя поведет. Пока вот он мягенький. Он такой мягенький. Ну, когда подсохнет, не знаю. Сейчас посмотрим. Кстати, биби-крем не подстроился. Видите? Вот этот вот круг. Он не подстроился. То есть он не подстраивается. Выбирайте правильно, грамотно оттенок. Этот оттенок мой. Я угадала. Я очень довольна. Пригодится. Если что, я думаю, этот биби-крем можно и в кушон перелить и пользоваться. Как душу угодно. Мне понравился. Вот пока понравился. В этом месте рука как будто заблюренная. Вот сравниваю. Она как будто вот заблюренная такая, бархатистая, мягенькая прям. Но будем на лице тестить. Так, пока не пойму, как ведет себя консилер. Все равно все-таки нужно его положить на лицо. Поэтому, да, тоже в следующем ролике. Дальше про тени. Ищем с вами про тени. Как я ждала, когда же в Фаберлик появятся тени. Не только блестючие. Двигайтесь. Видите, это у нас гвоздь программы. Но и матовые. Еще и таких оттенков крутых. Ну просто, нет, вообще мне понравился только один оттенок. Потому что дымчатый и лилово-бежевый мне совершенно не идут. Пепельно-розовый считаю крайне неудачным. Вот этот вот с желтинкой тоже мне не идет. Вот этот вот теплый телесный, он светловат. Мне хотелось бы такой оттенок, но немножечко потемнее. Вот немножечко потемнее. Тогда было бы вот так оно. Поэтому, естественно, я взяла молочный шоколад. Вот этот вот самый темный, чтобы делать смоки. Я люблю смоки на самом деле. Вот такие тенежки. Небольшая такая упаковочка. И артикул это у нас с вами 56745. Сейчас этикеточку тоже надрежу. И будем свочить. На глазках тоже покажу. Я люблю очень такие смоки оттенки. Надеюсь, он будет красивым. Потому что смоки, смоки рознь. У меня не открывается. Вообще не открывается. Блакончик. Запаяли так запаяли. Вообще не открывается. Я что только не делала. Я сейчас пойду найду еще инструмент какие-нибудь у мужа. Он не открывается вообще. Просто он не открывается. Я не знаю, что с ним. Он приклеился или что. Вот так вот ждала больше всего. Вот так вот. Это вообще, конечно, трэш. Потому что двумя пассатижами я их только открыла. То есть одними здесь зажал, другими здесь и повернул. То есть я не знаю, кто будет заказывать. Напишите, вы так же мучились или нет. Красивый. Пока мне нравится оттенок. Пока мне нравится. Я сейчас на камеру вижу, что он теплее. В жизни он холоднее. Но опять же все зависит от цвета передачи. О! Прям классический коричневый. Без рыжины. Фокус вернись к нам. Без рыжины, без желтизны, без сиреневого, лилового, серого и так далее. Потом классический коричневый оттенок. Мне кажется, ими можно и стрелочку нарисовать. И межресничку прокрасить. Или прям целое веко. Ну, кайф. Мне нравится. В принципе, именно этого я и ожидала. Красиво. Очень красиво. Смотрите, моментально практически схватывается. Вот такая вот здесь кисточка. Классно. Продукта, конечно, маловато. Тюбик маленький. Сколько здесь у нас с вами грамм? 6 миллилитров всего лишь. Так, фокус опять нас покинул. 6 миллилитров всего лишь. Но ничего. Если понравится, 399 рублей. И то со скидкой 40%. Нормально. Нормально. Ладно. Лишь бы продукт был хороший. Так, что хочу сказать по поводу консилера. Консилера. Смотрите, вот он он вот здесь сбоку. Непонятно. Будем на лице пробовать. Помадка как себя ведет. Плампер. Вот он. Так, стрелка стирается, к сожалению. Стирается, к сожалению. Надеюсь, на глазах продержится дольше. Так, по поводу BB крема сказала. Сейчас тени попробуем. Пусть еще немножечко. Пока растираются вот так. Но мы в любом случае их будем тушевать. Потому что это очень ярко. Жидкие матовые тени, они тушуются вообще крайне быстро. Потому что застывают тоже очень быстро. Сейчас посмотрим. Минутку хотя бы им дадим. Я такой еще толстый слой нанесла. Фокус. Так, ну и собственно говоря, вот у нас с вами четвертый каталог. Не забываем, что третий двухнедельный. Здесь куча новинок. Не все были доступны к заказу. И не все я взяла. Был еще какой-то крем из вербины. Я не поняла. Вроде и не новинка. Может перевыпуск. Так, что еще было? Вот на кушон я не успела. Появляются у нас джогеры там кожаные. Каталоги вообще, смотрите, какие толстяные. Подарок у нас с вами вот такой вот уходовой косметики. Повод корейский закос, линейчка, миски. Немногие ее любят. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы, ссылочка всегда под видео. Давайте еще раз попробуем тенюшки. Ну вот вроде сейчас уже схватываются. Вот вроде уже схватываются. И практически не тянутся, да? Я думаю, должны быть стойкими. Должны быть стойкими. У нас много с вами интересных продуктов на затест. Опять будем делать макияж. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok